Законопроект об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака не так давно вступил в силу. Как он воплощается в жизнь в Славянском районе, узнавали наши корреспонденты. О вреде курения известно любому, так как об этом написано на каждой пачке сигарет. А с недавнего времени появились и картинки с изображениями пагубных последствий курения. В России этой зависимости подвержено около 50% взрослого населения. Около 100 тысяч россиян ежегодно умирают от этой вредной привычки. Заболевания, которые прямо или косвенно связаны с курением, каждый год уносят 3,5 миллиона жизней. 1 июня 2013 года вступил в силу закон о защите здоровья населения от последствий потребления табака. В каких именно местах нельзя употреблять никотин, нашей съемочной группе рассказал сотрудник отдела МВД по Славянскому району Алексей Долженко. Запрещено курение на детских площадках, на территориях медицинских, общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги санторно-курортного, обеспечения на пляжах, запрещено во всех видах общественного транспорта, в поездах дальнего следования, кораблях и, соответственно, самолетах. Запрещено курение. Главный вопрос, который возникает у курильщиков – где же тогда можно выкурить сигарету за пределами своего дома? Как оказалось, это можно сделать только в специально отведенных местах, на которых есть таблички «Место для курения». Сотрудники МВД по Славянскому району регулярно проводят рейды, направленные на выявление о курильщиках в местах, где это строго запрещено, и даже висят таблички с надписью «Стоп дым». В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Как оказалось, многие до сих пор курят по старинке, не обращая внимания на положение закона. Таких нарушителей сотрудники ОВД наказывают рублем, выписывая им штраф, который предусматривает сумму от 500 до 3000 рублей. В основном нарушения идут по части 12 федерального закона номер 15 об ограничении потребления табака. И статья «Кодекс об административных правонарушениях» – это 624-625 «Кодекс об административных правонарушениях», который регулирует запрет курения на вышеперечисленных мной территориях. Курящие люди вредят не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. Поэтому большинство славянцев, среди которых есть и курильщики, поддерживают антитабачный закон. Я положительно к нему отношусь, но нужно же, так сказать, для того, чтобы этот закон был чем-то обеспечен, то есть местами для курения, просто так взять и бросить же невозможно, правильно? Вот и все. А так, конечно, очень хорошая вещь. Нацию нужно оздоровлять. Правильный, хороший закон. Правильно они делают. Правильный закон. Почему? Потому что не надо в общественных местах курить. Во-первых, вредно, естественно. И для курильщиков, и для нас вредно. Это портит весь вид города. Правильно все сделали. Зачем? Когда, допустим, человек не курит, ему неприятен, допустим, тот запах, когда человек стоит, есть специальные места для этого, чтобы курили в отведенных местах. Основательно ужесточить наказание за курение планируется до 1 января 2016 года, распространяя закон и на другие виды общественных мест. Однако курильщикам нужно помнить о том, что, подкуривая сигарету в местах, где это делать запрещено, они не только уменьшают размер своего кошелька, но и портят здоровье свое и окружающих. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Михаил Варгулев. Программа «События». Копачевская, Георгий Калининг.